Поезд с пассажирами исчез в СССР. Через 40 лет его нашли. В 1952 году, когда случилось странное событие, поезд с пионерами выехал к станции Канальерви в оздоровительные лагеры. Согласно свидетельствам станционного осмотрителя и диспетчера, состав пронесся мимо перрона в 13.30 минут по местному времени. По какой-то причине он не остановился, о чем немедленно было сообщено. На следующую остановку, где уже ждали машиниста поезда, с разъяснениями он не прибыл. Учитывая, что на этом участке путь был всего лишь один, свернуть никуда поезд не мог. Прошло около 4 часов. Прежде чем началась специальная проверка, ситуация была серьезной, ведь вагоны перевозили большое количество детей. К расследованию инцидента присоединились сотрудники ГКБ и УВД. Информация о пропаже состава с детьми быстро дошла до Берии, а затем и до Сталина. Иосифа заявил, что в течение трех суток должны найти всех участников, произошедшим живых, а виновных наказать. Несколько сотен милиционеров, сотрудники ГКБ и добровольцев были привлечены для изучения железнодорожного полотна в поисках поезда. Весь участок, где мог проходить состав, изучили опытные сотрудники госбезопасности и милиции. Никаких зацепок обнаружить не удалось. Спустя двое суток ранним утром неожиданно для всех поезд оказался на рельсах. Его распознали по включенным прожекторам и фарам. Поисковики и следователи не могли в это поверить. Еще несколько часов назад его там не было. А учитывая, что данный участок железной дороги окружили около 400 привлеченных поиском человек, проехать по нему состав никак не мог. В отчете, так и указанное, появился из ниоткуда. К счастью, все дети оказались на месте и в здравии. Для разъяснений были задержаны все находившиеся в поезде пассажиры и сотрудники Министерства путей сообщения. Советские РЖД и взрослые, и дети заявили в один голос, что поезд окутал плотный серебристый белый туман. Он отличался от обычного, постоянного двигающимся крупными кубами. Разглядеть что-то было невозможно. Таким плотным оказался туман, когда мутная пелена рассеялась, то оказалось, что поезд уже прибыл на перрон. Правда, не на Кеннеливе, а в Санкт-Петербург. Проводница сразу же заподозрила неладное и отправилась к машинисту. Тот, ничего не понимая, посоветовал поговорить с начальником инстанции. Оказалось, что поезд не только переместился в пространстве, но еще и во времени. Окружившее пугающе отличилось от того, к чему привлекли советские граждане. Ведь состав оказался в 1992 году на финляндском вокзале. Дети закатили истерику. Управляющая поездом в полуобморочном состоянии пересказала машинисту полученную информацию. Он громко кричал на нее и обзывал. Но в конце концов успокоился и, не дожидаясь чего-то объяснения, решения, поехал в Крутну через депо, а затем уехал обратно. Его пытались остановить, заставляя, что по тому пути двигались другой поезд. Но мужчины твердо решили двинуться вперед. Удивительно, но ему это удалось. Правда, радости возвращения не принесло. Машиница состава Сечкина посадили в тюрьму пожизненно. Начальница поезда получила 15 лет лишения свободы. Воспитатель и сотрудник детского лагеря, находившийся в поезде во время всех событий, получили по 10 лет тюрьмы. Дежурший на станции Каннельври также осуден на 10 лет. Как машинисту поезда удалось оказаться обратно в 1952 году. Он въехал в то же самое облако тумана и остановил там поезд, пренебрегая всеми правилами безопасности. Только благодаря стечению каких-то фантастических обстоятельств у мужчины все получилось. А самое удивительное в этой истории то, что в архивных финляндского вокзала действительно имеется запись о прибытии в станцию поезда 7 июня 1992 года. Неучно поезда, он описывается как раритетный советский паровоз ИС-20 с деревянными вагонами. Его украшали портретные Ленины и Сталина и множество красных флажков. Оказавшись на станции, из него вышло около 200 детей, одетых в форму пионеров, а вместе с ними подозрительно ведущие себя взрослые. Казалось, словно они чего-то боятся. Далее все забрались обратно в вагоны и паровоз, пренебрегая всеми нормами и правилами, умчался впрочь, пытаясь предотвратить катастрофу на железнодорожном пути. Диспетчера вокзала Ксения Машкина оповестила обо всем сотрудникам полиции. Но несмотря на череду странных событий, аварии не произошло, а поезд ИС-20 буквально испарился. История знает несколько похожих случаев, когда оказавшись в плотном тумане, люди перемещались как в пространстве, так как во времени. Данный феномен крайне редок и из-за эффективности неожиданности до сих пор плохо изучен. Существует несколько гипотез, поэтому на этот счет это все они считаются среди академических физиков, околонаучными. Судя по всему, подобные путешествия возможны, но на сегодняшний день человечество пока что далеко от понимания этих явлений. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите своими в комментариях.